Девушки отдыхают Придется работать, пахать, вкалывать А физические показатели, физические данные Это уже все вторично Всем привет! Вы на канале Дневник ММА И я Ольга Зигангирова Сегодня расскажем и покажем Как перевоплощаются наши участники В будущих бойцов ММА А все потому, что стартует тренировочная неделя Проекта Tie Jacket Fight Битва тесных пиджаков И да, у меня есть к вам вопрос А что делаете вы с вашей офисной одеждой После рабочего дня? Складываете ее и занимаетесь домашними делами? Или срываете оковы И выпускаете накопившуюся энергию? О чем это я? Сейчас пойдем и узнаем И наш первый визит будет в спортивный зал Клуба Неудержимые Интересно, все ли участники дошли? А вдруг кто испугался? Привет! Привет! Расскажи мне, сегодня будет первый тренировочный день Ты что-нибудь ожидаешь от этой тренировки? Нет, ну просто разогреться Опыта набраться Ну ты же уже в ММА выступал? Так я сейчас занимаюсь, у меня есть свой клуб В понедельник, среда, пятница я занимаюсь там Получается, в втором, четверг, субботу буду здесь Расскажи мне, ты в каких видах единоборств до этого занимался или занимаешься? Занимаюсь кикбоксинг Кикбоксинг, а это ММА Расскажи мне, как это можно совместить? Кикбоксинг, ММА? Я думаю, можно всему научиться А вот почему именно ММА? Расскажи, что ты хочешь? Что ММА тебе даст такого, что ты смог бы использовать? В дальнейшем можно участвовать Я бы хотел попробовать участие в дальнейшем Привет! Здравствуйте! Вот скажи, у тебя сейчас начнется первая тренировка? Начнем А почему ты уже не разминаешься? Так тренер будет разминку проводить А как нам сказал Евгений Бохан У нас слабая физуха и нужно бегать, разминаться, правильно? Так точно А ты согласен с его утверждением? Ну, в принципе, согласен Потому что, как бы, я пять лет чем занимался, дома сидел Александр, здравствуйте Вот сегодня стартует первый тренировочный день Вот вы, ребят, видели на кастинге Скажите, у них есть перспективы? Да я думаю, хорошие ребята нам попались У них есть и в плане физической подготовки, и техническая подготовка есть Как бы, посмотрим сейчас на деле, конечно, тренировочный процесс Полный тренировочный лагерь Они пройдут, как бы, какие результаты принесут Это, конечно, через месяц уже будет видно Какой вы будете тренер? Да, честно, ну, дисциплина всегда должна Тренера должны уважать, как бы, и ценить Ну, и даже я к своему тренеру Дмитрию Заболотному Я всегда проявляю только уважение Только всегда, как бы, слушаю советы Я не могу с ним спорить Потому что это мой старший товарищ, мой тренер Поэтому всегда так должно и так и было Так, для начала, для тех, кто тренируется Смотрите, первый месяц-полтора Где-то у нас будет проходить тренировочный процесс Ребят, которые прошли кастинг Они будут биться на профкурнире Через месяц-полтора Они будут готовиться вместе с вами Поэтому уважаем, принимаем как своих близких В родную команду Потому что вы должны поделиться своим опытом А не поделиться своим опытом Поэтому Ценю Все тренировки в команду Ванек Давай Ценю Ваню, скажите ваше мнение Сегодня дошло четыре спортсмена Как думаете, до финала все дойдут или сольются все-таки? Да нет, дойдут, конечно Но если не дойдут, мы сами выгоним Если ходить не будут, мы их выгоним То есть, как тренер, вы будете строгие? Конечно Будем выгонять Никакой халявы? Нет Никакой халявы Ну все, понятно Еще, еще, еще газуем Поехали И надо Да, да Я жил Он мне Я ему Ниже Ниже Вот так Еще ниже Долго Я поджег захожу Еще раз Я зашел Поджег Спина Помню Нельзя вот так в спину гореть Вы ничего не сделаете Спина прямая В один шаг Зашел Еще раз Зашел Взял Вытащил Оторвал Опять двигался Ушел Зашел К нему Вытянул Положил Не дупи Понятно? Понятно? Как ты проходит в шноки? Я вам еще дуру Вот это Давай Вот это Движение Делаю Вот как Он уже блин Зашел Еще раз О Зашел Поднял Вот Вы заходите Вот так И что это Захват Скажи Оттяни ноги Оттяни ноги У тебя Остальник Вот такая спина И вот такой Захват Оттяни Все То что вы заходили И не заходили В смысле нет Вот даже как можно Плотнее Я зашел Вот рука идет Как можно плотнее Спина прямая На ногах Вот к нему Таз Как можно ближе К нему Все Если я не могу Вытянут Я перейду Здесь Возьму Кто уже Сейчас вы уходили Когда вам били Вы под него Заходили Сейчас вы Начинаете Атаку Он стоит И все Отходит Потихоньку Я джеб кинул Джеб кинул И джебом Я захожу Джеб кинул И зашел Раз Два Зашел Все Сюда перевер Вильям Выкину Еще раз Хваток Не двигаюсь Он отходит Отходит Я джеб 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 И зашел Кинул Выкинул Кинул На баланс На баланс Туда ушел Десять Назад Переверзает Шел Сюда Увел Влога Еще Еще Уводи Ты не уводишь Чуть-чуть Назовай Полна Отходя Поймемся Ввода Вводи 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 Не было задания Колдыри Ей Все На месте Парни Гори Гори Нише 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 Встаем Встаем Опять Еще Толи Держи Ввод Вставай Встаем 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 Поехали Ноги меняйте Вот Один Встаем 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 Плечики не втягиваем, наоборот, вот плечики назад опустили, плечики ее растягиваем. И уложите за себя. Ну что ж, с неудержимыми все понятно, а теперь поехали на разведку с балтийским медведем. Привет, скажи мне, как самочувствие после кастинга? Более-менее. Что, все тело себя чувствует идеально? Все тело, не скажу, чтоб идеально, но... Ну, боевой настрой готов? Конечно. Вот расскажи мне, как мотивирует себя сейчас прийти сюда в зал, а, например, не с друзьями смотреть там, не знаю, футбол или лежать на диване, в принципе, отдыхать? Ну, в принципе, посмотреть на друзей, как они заплывают постепенно жирком. Так. Вот. Решить для себя, да. Красавчик. А ты не пробовал друзей своих, которые, кстати, ленятся и не выходят? Пробовал. Вот как раз один сидит рядом. Так это твой друг, значит. Можно? Да. Я его позвал, если что. Так, ладно, все. Расскажи мне, а ты же другими видами единобор занимался? Да. И чем, напомни? Зидо сам, да. Есть у тебя такой прием, какая-нибудь твоя фишка, которая тебе, как ты думаешь, может на ММА понадобится, пригодится? Коронка? Да. Ну, там все брызгают. Здравствуйте. Как бы его настрой? Да всегда отличное настроение вообще. Как вы думаете, у вас в прошлый раз тренер всех ругал за слабую физуху? Вообще все слабое. Руки слабые, ноги слабые. У нас все надо работать, да? Я сказал, как скажете. Так пусть будет, да? Да, да. Так не будет точно. На расслабоне тогда было. На воскресенье. Никто не ожидал, да, что так получится? Я вообще в Джинск приехал. Не планировал. Но ты убедился, что все серьезно? Конечно, конечно, конечно. Ты делал такой настрой серьезный у всех тренеров и жюри? Ну, тут же вопрос какой этот. Все в конце будет, ясно. Тут же настроим, а один удар может все решить и все. В команде «Балтийские медведи» присоединился еще один участник, К сожалению, он не смог присутствовать на кастинге проекта. Поэтому сдавал тесты на физическую подготовку отдельно. Будем пристально наблюдать за ним. Тем более, что у него самая зрелищная весовая категория – это 93+. Я Трушкин Сергей. Мне 34 года. Моя база – это грэпплинг. Я чемпион Польши по ММА. Я буду биться впервые и хочу показать красиво. Как вас зовут? Сергей. Сергей, я вот не помню вас на кастинге. Ну, я в последний момент об этом узнал, просто решил поучаствовать. А знаете, почему не помню? Потому что вы слишком хорошо так энергетично выглядите, потому что ребята уже в воскрешении пострадали. Да, уже все было. Не знаю. Вы занимались единоборствами другими? Борьбой занимаюсь, грэпплингом. Так, а почему сюда? Зачем? Зачем нам? Просто захотелось попробовать в этом виде спорта. В ММА, то есть впервые, да? Да. А как вы думаете, в чем прелесть ММА? Я не знаю, просто биться не знаю. Я об этом не думаю. Просто мне нравится и все. Выйти на финальный поединок, победить. Ну, у всех, наверное, есть такая задача выйти на финальный поединок или вообще просто, в принципе, участвовать. Люди же не просто так сюда пришли. Вы пропустили кастинг, а там все было строго и сурово, тренера не дадут никакой халявы. Я думаю, я прошел бы этот кастинг. Хорошо. Будем наблюдать за вами. Пожалуйста. Вот скажи, что тебя мотивирует сейчас прийти сюда? Большие цели в будущем. Поделись спортивными большими целями. Ну, я их не хочу разглашать. Я думаю, и так, в принципе, понятно. Ну, ладно. Как ты думаешь, что будет самое сложное на всем этом тренировочном пути в течение всего этого месяца? Если брать именно путь, наверное, возвращение в хорошую физическую форму. Вот. Если брать непосредственно бой, наверное, морально собраться и выйти. Потому что выход в ринг всегда волнительный момент, который вызывает мандраж. Ваня, здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Смешанные единоборства, говорят, это целое искусство. Объясните вот таким зрителям, как я, в чем заключается эта прелесть? Добрый вечер. Прелесть, наверное, заключается в том, что смешанные боевые искусства, они включают как бы в себя множество вот видов единоборств. То есть, они все вперемешку. И ударная техника, и борьба. То есть, это не моноединоборство какое-то, да, определенное. А то есть, это совокупность нескольких, я думаю, наверное, даже большинство видов единоборств, смешанных единоборств, наверное, в этом и есть прелесть. Вот скажите, а вот реально за один всего месяц, да, или чуть больше обучить ребят навыкам, чтобы они смогли выйти на финальный поединок и еще желательно победить? Вполне реально. Вполне реально. Есть множество примеров у меня, как у личных, так и у знакомых ребят моих. Вполне. И очень можно даже успешно выступить. Ну вот скажите, ребята, кстати, пришли, чтобы получать новые, да, навыки, знания, естественно, там меняться внешне и так далее. А для того, чтобы, как вы думаете, вот смешанное единоборство и рост внешне, для этого нужны еще какие-то внутренние качества? Придется им видоизменяться внутри? Ну, это, наверное, все-таки в первую очередь видоизмениться нужно внутри, потому что нужно быть готовым именно ментально, скорее. Ну, психология, она здесь на первом месте все-таки. Ты должен быть внутренне готов к тому, что тебе придется работать, пахать, вкалывать. А физические показатели, физические данные – это уже все вторично. Перед своим ребятами представляется смысл нет, они мне все знают. Перед вами представлюсь, ребят, я буду вашим тренером на отведенное время, да, на подготовку. Меня зовут Иван, я представитель клуба «Балтийские медведи». Вот. Вот. Сразу к тренировке, к специфике, да, вот, перейдем. Вторник, четверг, суббота вы будете тренироваться конкретно под моим руководством. В остальные дни мы потом после тренировки с вами согласуем график тренировок, какие тренировки, в какое время они будут и что вам дополнительно еще нужно будет делать. Вот конкретно смешанными единоборствами мы будем заниматься здесь. То есть здесь будет уже работа такая приближенная к боевой обстановке. спарринги, да, какие-то спарринги по заданию, какие-то наработки, отработки и так далее. Все, Крис, поэтому побежали по кругу. Давайте, ручки за ноги. Вращаем частями, вращаем головой, разминаем кисть и шеем. Вовнутрь, наружу. 6-8 раз вовнутрь, 6-8 раз наружу. В Дом, вверх, вниз, в马. Хорошо, Ира, в очередь, руки перед рукой, кисть перед собой, раздохнули в сторону, глаза почти в сторону. Открываем временное вставание, мы отроза. Переходим на шаг потихоньку, восстанавливаем дыхание, ручки вверх вдох вниз выдох вдох через нос через рост выдох разминаем спинки шажок скрутились шажок скрутились поворот вернулся назад мне где-то там болтают либо за голову, либо на голову где он, где он, где он, где он Крест нижечка, качнём спинку и выпрыгиваем. Упражнение по принципу круговой разминки будет происходить. Я буду давать сигналы к смене упражнения. Начинаем с поджиманий, потом качаем спину, потом качаем пресс, потом встаем и выпрыгиваем. По моему флаку. На ладони, на кулаках, на пальцах, кто-то, если может, на одном пальце. И вот, работает. Максимальный стенд, ребят. Слышите, максимальный стенд. Пробежуток времени небольшой. Упали на живот, спину качаем сразу. Спину качаем. Спину, 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 спину. Встаем, 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 встаем. Во, встаем. Встаем. Колени говорят, можно встать. И все остальные, с полного действия. Пара есть, пара есть, пара есть. Так. И то есть пара, у тебя нет пара. У тебя есть пара. Лобой. Итак, ребят, в чем суть заключается сейчас следующее вот ударение. Пятнаем плечо, левое, правое, пятнаем живот, пятнаем колени. И так работаем, один раунд. То есть свободно, да, в игровой манере. Пятнаем, ребят, когда вы пятнаете, я очень попрошу вас, несуйте пальцы, товарищи, вот так. Либо вы делаете это с боку аккуратно, либо тыльная сторона ладони, вот сюда, вот. Для того, чтобы, ну, преимущественно именно плечевой пояс, не толкайте пальцы так. Потому что человек будет делать какое-то защитное действие, да, и контратаковать, он пнется на ваши пальцы, и вы лишите товарища здесь зрения, дай бог. Поэтому аккуратно, да, на технике раз, он там раз, включает, я реагирую как-то, включаю. Оп, 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 да. Оп, не сладь, работай. Давай, давай, давай. Раз, 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 ребят, больше играйте, больше играйте. Больше движений. Стрельнуйте, голосируйте, расслежьте. Больше движений. Не слейте, не слейте долго друг друга, атакуйтесь. Лежьте, больше движений. Надо, чтобы, врачи, вставайте. Вот, чаще, чаще, чаще. Слепоксерийно работает, низ, сверху, без корпуса. Головы на корпус переводи. Головы на корпус переводи. Да, да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, у вас такое правило, что наши конкретно здесь дали. Мы отжимаем здесь вчера. Проблем нет, наделитесь в себя. Смотрите, просто наработать здесь сейчас, для того, чтобы ритм понимать, вообще, как будут отработки здесь происходить, что они себе представляют. Мы работаем в самую элементарную комбинацию, да? Мы бьем сюда, сбоку, прямо, либо мы сделаем подшаг, да? Либо без подшага мы бьем плечи ногой. Я думаю, с этим справиться, я так понимаю, все так или иначе с единоборками знакомы. Еще раз. Сюда, сюда, прямо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как корабль назовешь, так он и поплывет. Глядя на то, как настроены наши ребята, я уверена, что финальные поединги будут жаркими. А как будет происходить их трансформация, мы за этим будем четко наблюдать и вам рассказывать. Ну а вас, дорогие поклонники смешанных единоборств, и не только, просим о простом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, оставляйте комментарии. Всему будем рады. Продолжение следует...